Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас гости в студии Сергей Николаевич Нестеренко и Сергей Юрьевич Гусев, организаторы электронного музея «Несвятай». Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Ваш музей размещен на страницах интернета. А где конкретно? Наш электронный музей «Несвятай», а расположен в сети интернет на сайте «Одноклассники». И любой желающий может зайти туда и всю информацию просмотреть. А как давно Вы организовали такой интересный музей? Ну, непосредственно дата образования 25 декабря 2014 года. Ну, к этой идее мы шли, не сразу пришли. На «Одноклассниках» я увидел фотографии старого города. Мне очень заинтересовали. Фотографии выставил, значит, Сергей Авдулов. Вот. И также фотографии нашего фотохудожника Евгения Сумера. Мы почему-то захотелось объединить их вместе и сделать видеоролик. Тем более была уже песня написана нашего одноклассника Юрия Беззаконова. Называется «Новошахтинск». И это все дело сделал видеоролик, выставил на своей личной страничке. Вот. Люди заинтересовались, а начали отзывы, воспоминания по городу пошли, благодарности, что показали, какой город у нас есть. Много споров было по поводу песни непосредственно. И дальше мы начали заниматься уже непосредственно, решили сделать еще один видеоролик по памятникам города, нашего города, нашего района Несвятая. Вот с Сергеем Юрьевичем мы проехали по поселкам, засняли на фото, на видео памятники. Вот. Ездили на старый аэродром, который, не знаю, знают жители города Ленишева. Значит, были расстреляны жители города Шахт и Новошахтинска в 42-м году. Там засняли. Все это объединили и сделали тоже небольшой видеоролик. И потом, в дальнейшем, нам уже пришла мысль, чтобы показать это непосредственно жителям нашего города, решили создать свою группу. Назвали ее «Электронный музей Несвятая». И вот 25 декабря у нас выставили первые фотографии. За год, за год, сейчас уже более 5000 фотографий на нашей страничке. Сначала мы их собирали сами. Спрашивали у граждан, в основном старшего поколения. Обычно люди говорят, что у нас ничего нет. Но когда начинают непосредственно что-то искать, приносят фотографии, оказывается, там целый клад. Фотографии бывают такие вещи, что за душу берут. Также работать мы начали со школами. Непосредственно мы ждем на Южной. Обратились в четвертую школу, к нам там с пониманием отнеслись. Тоже предоставили фотографии много. И дело пошло дальше. Скажите, пожалуйста, вы новошахтинцы, коренные, да? Да. То есть вас, в принципе, сподвигла любовь и патриотизм к малой родине, к своей. Это же ваша личная инициатива? Выходит так. Но еще я забыл сказать, значит, нынешнее поколение сейчас в основном находится в интернете, в социальных сетях, в интернете. Газеты читают мало. Я обратил внимание, работаю с ребятами, с молодыми. Мало читают. Поэтому у нас еще одновременно были такие мысли, пусть непосредственно зайдут и посмотрят на историю города через нашу страничку. У нас на данное время уже 160 фотоальбомов. То есть мы по темам разместили отдельно по поселкам, отдельно по памятникам у нас. Кстати, нам огромное спасибо библиотеке имени Горького. Там нам фотографии, старые фотографии памятников еще 70-х годов. Тоже мы разместили на своей страничке. А сколько у вас сейчас подписчиков у молодых? Ну и не только молодых. Вы как-то отслеживаете, сколько людей посещает ваш сайт? В основном у нас поколение, так сказать, за 30 посетителей. Судя по фотографиям, сейчас начала и молодежь тоже активно вступать в нашу группу. На данный момент у нас, на сегодняшний день, я сегодня с утра посмотрел, 2089 человек. Ну, кроме этого, еще, судя по статистике, по посещению, есть еще люди вне сайта. Которые непосредственно, вернее, вне странички нашей странички. Они заходят, смотрят, вот, тоже ставят, как это сейчас говорят, лайки. Ну, наша задача не собрать больше лайков, а показать историю города. Кроме этого, мы еще пишем темы, находим сотрудничаем с газетой «Знамя шахтера». Находим старые подшивки, также у граждан наших, у наших жителей. Вот, с этих подшивок берем материалы. Ну, это Сергей Юрьевич может рассказать непосредственно. Он, в основном, я техническую часть обеспечиваю, вот он поиск и транспорт у нас. Расскажите о вашей стороне работы, чем вы занимаетесь, какая цель и чего хотите добиться? Ну, цель, в принципе, та же самая, потому как много утеряно из истории города Новошахтинска. Обидно, что такое прекрасное здание АБК «Шахты Ленина», сейчас вот, ну, это частная собственность, правда, находится в ужасном состоянии. Хотелось бы там разместить, конечно, Краеведческий музей городской. Вот, обращался я во многие инстанции, ну, так как это частная собственность, ВОЗ и ныне там. Вот, город здесь бессилен что-либо предпринять и сделать. Есть, конечно, у города планы новый музей сделать, потому что сейчас наш городской, ну, в очень плохом состоянии находится. Ну, чисто так, технически. И крыша течет, и вообще там финансирование, видимо, недостаток. А в интернете, так сказать, более широкая она аудитория получается, охват людей. Вот, и вот поэтому мы решили с Сергеем тоже создать, так сказать, альтернативный музей. Вот, в принципе, здесь материалы легче собирать нам. Вот, тоже, ну, Сергей Николаевич уже сказал, что вот и стариков всех уже, так сказать, надоели им уже. Вот, фотографии просим, документы различные. Вот, люди же работали на шахтах, на различных предприятиях. Вот, награждались и почетными грамотами, и вымпелами. Вот, все это вот собираем, сканируем. Это Сергей Николаевич занимается, у него сканер. Вот, это все выставляется туда, в отдельные фотоальбомы. И вот таким вот способом, значит, пытаемся сохранить, так сказать, послевоенную историю и постсоветскую историю нашего города. И донести ее более молодому поколению, которое в основном просматривает интернет-страницы. Ну, наверное, есть много плюсов электронного музея. Как бы, есть и минусы свои, что нельзя потрогать, ощутить. Да, потрогать нельзя, конечно. То, что не нужно здания, да, каких-то меньше проблем. С другой стороны, аудитория может быть шире. Как бы, как вы думаете, как вы будете дальше развиваться? Какие у вас дальше цели впереди? Ну, дальше мы будем продолжать. Вот, тоже собирать фотографии. Вы правильно сказали, что не все это можно пощупать, но это все можно увидеть. Вот, это же, представляете, какие нужны фонды, чтобы это все собрать, допустим, те же наши фотографии разместить в том же нашем Кровическом музее. Не хватит просто ни комнат, ни стендов. На данное время, я же, по-моему, говорю, что уже более пяти тысяч фотографий. Еще люди несут. Сначала мы сами собирали, теперь откликнулись, а начинают мы нашли, договорились, а куда можно приносить фотографии. Вот, непосредственно мы их отсканируем и возвращаем. Если люди, допустим, захотят принести вам какую-то фотографию, куда они могут обратиться? Значит, для жителей шахты Кирова, поселка шахты, мы договорились, а можно приносить в клуб, в библиотеку или в сторожку, как они сказали, на проходную. Там девчонки, я буду называть, потому что мы там ровесники, там младше нас девчонки, эти фотографии принимают, вот, нам передают. И опять же мы возвращаем. В городе мы нашли оптимальный вариант, потому что со всех поселков обычно приезжают в центр, на рынок, в универмах по магазинам. Значит, можно приносить в универмах четвертый ряд фото на документы. Там наш модератор Евгений Сумер сидит, можно ему приносить. И также в библиотеку Горького, в читальный зал и непосредственно... Да, и непосредственно тем девчатам, которые выдают к ней. Все фотографии будут до единой возвращены. Вот, я бы еще хотел сказать по поводу, вот, там мы вдвоем, мы как организаторы, нам очень помогают наши модераторы. Вот, я говорил здесь за фотографии непосредственно, что-то Сергей Авдулов выставлял фотографии, чисто случайно мы с ним познакомились. Вот, вот, уже потом, когда уже я сделал видеоролик, познакомились, ехали вместе на работу по пути, вот. Познакомились, разговорились, идеи вон свои, он тоже выставил очень много фотографий, выставлял в разделах. Также вот Евгений Сумер, которому фотографии можно приносить. Также, кстати, здесь девчата помогают мне, Ольга Овчинникова тоже, и Ольга Федорова. Вот, тоже собираю где-то по поселкам они, на разных поселках, тоже собирают фотографии, выставляю. Ну, получается, это ваше хобби, да? Вы же рабочие люди, вы основное свое время где-то проводите на работе, да? Да, непосредственно работаем, это уже в свободное доработное время. В основном вечерами. Ну, а Сергей Юрьевич, так сказать, и днем приходится ему к людям съездить, где-то забрать. Тут работаем в телефонном режиме, оставляем свои данные, там телефоны нам звонят, мы уже тогда направляемся, забираем фото. Может, вы расскажете, вот какая у вас, может быть, любимая история города, может, военное время или послевоенное время? Вот что вас сильно трогает и впечатляет? У меня лично такая вот история городская был, в свое время, как вот история, значит, нам преподносит, был культ личности товарища Сталина в нашей стране. Вот, ну, у меня мысль такая есть, конечно, написать небольшую статью, нашу газету «Знамя шахтера», вот, но пока еще материала недостаточно, я собрал. Вот, вот, а будет называться, значит, «А был ли культ личности Сталина в городе Новошахтинске?» Вот, и если с исторической точки зрения подойти к этому, вот, то в городе Новошахтинске был культ личности наркома иностранных дел товарища Молотова. Вот, у нас, значит, был, во-первых, поселок имени Молотова, была центральная обогатительная фабрика имени Молотова, была автобаза имени Молотова, было Молотовское почтовое отделение, была амбулатория имени товарища Молотова, и было две улицы имени Молотова. Ну, это было до 1958 года, после антихрущевского заговора наш бывший нарком внутренних дел попал в опалу, вот, и все это было переименовано. Вот, и я в наш архив обращался, ну, не только в архив городской обращался, а так вот можно, в принципе, любого человека спросить в городе, редко кто скажет. Вот, вот, я когда приходил в наш архив городской, говорю, у вас нету каких-либо данных под цов имени Молотова. Ну, на меня удивленно сначала посмотрели, говорит, гоф имени Ленина. Я говорю, да нет, говорю, это был цов, центральная обогатительная фабрика имени Молотова. Она находилась в нынешнем поселке Южном. А, да, говорит, где-то что-то есть у нас. В настоящее время, вот, поедем мы с Сергеем Николаевичем в шахты на Артем, в архив съездим. Вот, мало того, что там по погибшим шахтерам будем собирать большой материал, которые погибли на шахтах имени города, конкретно города Новошахтинска. Вот, и заодно по тресту не святая антрацит, может быть, там тоже какие-то данные есть. Ну, а по воспоминаниям старожилов города, вот, уже кое-какой материал собирается и собранный. Вот это вот для меня самое интересное из истории нашего города. Но не считая, конечно, дореволюционного времени, но об этом чуть позже мы расскажем. То есть вы пока эту тему не сотрагиваете, да? Вы работаете в военное время, ищите материалы, связанные с историей города, и послевоенные, да? Ну, есть у нас и довоенные фотографии попадаются, ну, в основном такие семейные фотографии. Вот, а такого, правда, учитель истории с пятой школы, вот, она нам дала большой материал, готовила она по поселку Кирово. Вот там есть несколько довоенных фотографий, вот, есть военная фотография разрушенного поселка, шахты имени Кирово, вот, ну, а в основном мало попадается пока нам такого. Ну, еще ж не весь город охваченный. Вам есть куда двигаться? Куда развиваться есть, да, перспективы огромнейшие. Вот, так что есть куда идти нам и дальше. Скажите, вы сами ищете, да, все материалы, вы ходите по архивам, разговариваете с людьми старшего возраста? В принципе, да. Вот, ну, люди-то уже смотрят вот это вот все в интернете, и уже, бывает, даже и сами обращаются. Вот, опять же, вот сказали, где находятся, так сказать, наши опорные пункты сбора материала. Ну, сейчас, видимо, более... Пошел народ, помогает? Помогают, да, да. Люди откликнулись, особенно кировчане. Ну, в городе пока еще, только в библиотеке Горького, значит, подготовили стенд к 77-летию города. Вот, мы им предоставили фотографии из нашего архива. Вот, там они сделали стенд, значит, с одной стороны Новошахтинск вчера, ну, 50-е, 60-е года, а с другой стороны современные фотографии нашего города. Ну, думаю, к 77-летию нормальный подарок будет городу. А кто вам привил такую любовь к истории нашего края? Она же откуда-то должна зародиться. Ну, знаете, мое мнение, не знаю, как Сергей Юрьевич, а мне кажется, просто возраст подошел, ностальгия, или, как это сказать, воспоминания. Потому что с людьми, которые вот разговариваешь непосредственно фотографии, ой, спасибо большое, такое большое дело делаете, напоминаете нам о нашем детстве. В тех временах, когда, вот, были там здания, допустим, недавно фотография нам попалась, выставили, значит, был такой магазин морозкое. Многие вспомнили, в общем, мороженое продавали. Вспоминали, как мы ездили в кинотеатр «Шахтер», и все заходили семьями в это морозкое, кушали вот это вкусное, тогда коктейли были молочные, и это вкусное мороженое. Вот как-то это воспоминание просто согревает в наше непростое нынешнее время, в то время кризиса, как-то душу согревает. Поэтому, может быть, людям, нам и людям, может быть, от этого и нравится. Как-то воспоминания вот это все. Ну, все же таки надо и помянуть добрым словом преподавателей наших, по-моему, школьных. Царство Небесное уже, конечно, Зоя Ивановна Шармалайкина, наш историк. И ныне здравствуйте Вадим Михайлович Шетцар. Дай Бог ему здоровья. Он нам обществоведение преподавал. Для того это все было интересно. В 10-м классе, да. Конечно, либерал был, либерал-демократ, можно сказать, да. Но строгий был, строгий, спрашивал с нас постоянно. Видимо, тоже все это отложилось у нас. А с другой стороны, да, ностальгия о прошлом. У нас на Южной был прекрасный клуб «Горняк». Вот, был парк огромный там. Сейчас кого молодых не спросишь, да, говорите, какой клуб такой был, и где это все было. Но у нас фотографии есть. Почти все собрали уже по этому парку. Скажите, пожалуйста, еще раз вот в камеру, как найти Ваш сайт и как могут туда люди зайти? Может быть, более старшего поколения. Молодежь-то я не сомневаюсь, они найдут, если захотят. А вот люди немного постарше. Вот они заинтересуются этой информацией, захотят посмотреть, зайти на страничку, где расположен Ваш электронный музей. Как они могут это сделать? Ну, самое простое, это в поисковике, если, опять же, при условии, если они зарегистрированы в Одноклассниках. В поисковике поиск групп «Электронный музей не святая». И все, и сразу будет наша группа, она единственная, ну, не, можно сказать, есть. Я смотрел три группы с названием «Электронный». Поэтому там сильно искать не будет, она выйдет одной из первых. Поэтому можно там посмотреть, запросто найти и увидеть то, о чем мы рассказывали. К 80-летию города мы хотим создать альбом, фотоальбом. Вот, большой фотоальбом, опять же, с видами прошлого, с видами настоящего. Также мы собираем информацию по поводу жителей нашего города, героев Великой Отечественной войны, героев соцтруда, там, полных кавалеров степеней шахтерской славы, ну, и все, все, что касается нашего города. Это на ближайшее будущее. Также уже мы работаем по книге памяти погибшим шахтерам. Потому что наши шахтеры, значит, задали вопрос, зачем это вам надо? Значит, они совершали тоже свой подвиг. Они давали, добывали уголь, который добавил тепло, согревал наши дома. Почему мы должны их забывать? Вот, поэтому мы, это, значит, уже собираем материалы по шахте Горького, у нас есть памятник. К нам начали приносить фотографии непосредственно этих людей. Вот, кто там где-то погиб. Итак, собираем информацию. Тоже просьба, может быть, к жителям города, не стесняйтесь, все-таки это память ваших там родственников. Погибли они, погибли не просто, они погибли за... Добывая уголь, да, делая доброе дело. И мы должны, считаем, что должны помнить всех поименно, как и героев Отечественной войны. То есть мы считаем, что непосредственно в нашем городе они люди-герои для нашего города. Мы должны знать и помнить о них. И самая дальняя перспектива создания нашего электронного музея Несвятая — это установка в нашем городе памятника Николаю Елпидифоровичу Парамонову и первым углепромышленникам на Несвятая. С этой целью, значит, мы... Во-первых, значит, была небольшая заметка в нашей газете, ну, это уже где-то года два назад, по поводу того, что это имя надо помнить в нашем городе. Роль Николая Парамонова огромная в становлении нашего города. Ну, я могу привести такие факты. Во-первых, он за полгода протянул железнодорожную ветку от станции Несвятай и сюда, в центр нашего города. 37 километров получается. В общей сложности построил для рабочих около 70-15 квартирных каменных бараков, казарм. Две школы он построил. Первая школа сейчас там Дюсыша наша находится возле милиции. Вот там пристроечка. Вот это вот именно еще историческое здание этой церковно-проходской школы. Вот. Вторая школа была на поселке Горлова, где сейчас находится ДСААФ наш. Вот. Заложил четыре шахты. Первая шахта находилась в районе, ну, бывшей дикой дивизии. Автобаза была эта у нас. Вот. Вторая шахта — это на территории пятой автобазы. Третья шахта номер 335 впоследствии, где сейчас находится энергосеть. Четвертая шахта — это Горьковская шахта. Вот. А пятую шахту, она называлась «Проход Коскочинского». Вот в 16-м году он заложил, но дошли до плывуна на глубине около 20 метров. И дальше не смогли пройти его. А тут начались революционные события 17-го года. И так это она заглохла. Вот. Построил он гостиничный двор, так называемый. Ну, то есть гостиницу. Вот. Банк. Вот. И для рабочих, вернее, для всего населения Рудника построил большой клуб, в котором, значит, сейчас находится торговый центр «Европа». Это в советское время, значит, сначала был клуб имени Ильича, а затем один из цехов швейной фабрики номер 6. Вот. Так что вы видите, вклад очень большой. А имя, как таковое, забытое. Его приказчик Михаил Васильевич Леонтьев, он остался в истории. У нас сейчас посёлок Михаила Леонтьевский, вот, и станция Михаила Леонтьевская. А вот как таковой, значит, организатор, хозяин, так сказать, с большой буквы «хозяин». Вот его имя не сохранилось в памяти нашей как-то. Он был, значит, вынужден эмигрировать в 19-м году. Сначала оказался в Турции, а затем попал в город Байрод, Германию. И там скончался, по разным данным, в период между 1947 и 1954 годом. Вот. В связи с этим, значит, мы обращались к мэру, к Игорю Николаевичу Сорокину, были на приёме у него с заявлением по поводу увековечивания памяти углепромышленников на Несвятая и конкретно Николая Парамонова. Вот. На что администрация поддержала нас полностью, но так как в бюджете города денег не предусмотрено на такие вещи. Ну, это мы изначально с этим подходили, что придётся опускать шапку по кругу, так сказать. Вот. Это надо будет его возводить чисто на народные деньги. Вы ещё что-то хотите добавить? Ну, поблагодарить, кроме мы, если нас смотрят, значит, поблагодарить всех, кто нам оказывал в течение этого года содействие. Это, значит, руководству школ 4, 5, 27, они предоставили свои архивы. Вот. Горноэкономический техникум имени Степанова, значит, технико-технологический техникум, индустриально-технический техникум тоже предоставили свои фотоматериалы. В газете «Знамя шахтёра» большое спасибо клубу, значит, шахты администрации, шахты клуба работникам за помощь в Центральной библиотеке имени Горького. Ну, непосредственно хотелось бы мне, что большую помощь оказала, значит, Яковлева Вера Ивановна. Она сохранила материалы, она работала учителем в средней школе номер один. И в ней остались много материалов, готовили они там всякие, как сказать, стенды, много осталось у неё. Потому что в школу, когда мы обратились, сказали, или во время ремонта, или во время пожара, там что-то у них всё это пропало. А у ней всё это сохранилось. И вот она оказала очень большую нам помощь в этих собраниях, вот этих материалов. И также Афониной Марии Михайловны, преподавателю истории средней школы номер пять. Ну, а я, в свою очередь, хочу вас поблагодарить за то, что вы занимаетесь таким важным, нужным делом. И желаю вам удачи и всего вам самого доброго. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова